всем доброй ночи друзья родные по разъезжались хочу не хочу а зверюшек покормить надо ну как бы я пришел я всем кушать понасыпал эти мои маленькие как пищит но сегодня чистить не буду не хочу был такой как бы такой загруженный день и ну как бы посидели хорошо и не хочу больше ничего тут чистить пойду домой сейчас спать но не прийти сюда я не мог смотрите что у меня тут новенькая нельзя назвать его новеньким потому что это карликовый кахинхинчик очередной выводятся и выводятся по мере по мере подкладывания яиц в инкубатор это конечно не очень хорошо что я подкладываю их ну как бы по очередности но так как курочка одна и чтобы яйцо не пропадало я подкладываю там к нижним если его опустить то разницы вы не заметите а вот если поставить его возле больших смотрите насколько уже подросли вот смотрите только хинхинчик и такой хинхинчик какой этот большой эти какой толстый гляньте какой большой видно разница видно это как цыплёночек это как курочка и цыплёночек да вот так до утра уже оставлять его в инкубаторе не буду потому что видно что он отсох чем-то будет сидеть в темноте с шумом посажу его сюда тут есть вчерашний цыплёнок есть немножко пораньше один конечно ну я вам рассказывал что один был надутый и он пропал это уже четвертый водичку свеженькую поставил давай разочек вот так вот так вот какие музыкальные вот так вот так вот так вот так все попил корма насыпал ой-ой-ой ну короче он не так давно а ну не клюйся не так дал давно вылупился поэтому еще еще ходить не умеет но выглядит визуально он здоров на самом деле посмотрите то чушь вы так орете визуально посмотрите как хорошо подросли эти пуховые цыплята да то есть если они и кажутся до сих пор маленькими то если сравнивать вот с этим малышом то они прям прям в 3-4 раза а то и в 5 от него больше хотя они с такого примерно яйца как и он то есть подросли хорошо с вот так это последний день я хотел антибиотика но подержу еще денечек чтобы их никуда не отсаживать сам должно вырастись еще одно яйцо завтра это последние что возможно они попьют антибиотика немножко дольше то есть там на самом деле по инструкции написано 5-7 дней не вижу в этом проблемы получается типа пью 7 дней а эти два а эти два дня так что ну как то так вот тут у них тепло так что все будет хорошо у них температура 36 установлена но я думаю видно вот так у пуховых уже начал расти крылышко еще немножко они будут пушистенькие такие прям хорошенькие как все взрослые короче красота вот такие вот дела а видите все равно да чтоб они понимали вот новый цыпленок он пищит он не поймет что происходит в инкубаторе сидел в темноте ему еще нужно здесь адаптироваться и разобраться что и к чему но при этом как бы он сидит попискивает а вот эти вот которые подольше да хватит вам кукарекать пойдете на шашлык те которые постарше они от него немножко сторонятся чтоб они понимали новый это или не новый да вот валянки эти какой все лампа тут включена так что он не замерзнет да хватит же кукарекать вы чокнутые шо вы кукарекаете вот такие вот дела ну знаете временами временами когда ну как бы куда-то ездишь и возвращаешься отвыкаешь от вот этого крика первые там 5-10 минут криков вроде никак на них не реагируешь а дальше а дальше начинают они немножко немножко подбешивать проситься на шашлык ну вот такие вот дела все еще еще хотел добавить вы мне писали что ничего ну типа не переживайте их утром может найдешь о нет друзья полный двор готов я уже сколько раз показывал я никого не нашел с утра ну короче у меня два подуанчика осталось новенький не вернулся но новенький те которые пропали я имею ввиду я их не нашел жалко серенький ну вот темненький был такой красивый цыпленок короче не знаю еще мне кажется может мне кажется а может это ну как бы что что он на одну лапку немножко хромает может гуси гуси и к ним приставали короче не ясно а ну покажи а не пройдись или мне так кажется вот вот ну вот это да хватит орать ты чучело мелкое размером с блоху орешь как не знаю кто ну вот так все водички поналивал там была пустая бочка была пустая налил вон пьют водичку ну с утра конечно я наливал все полное и за целый день больше сюда не ходил вот утром пришел и вечером и на этом все ну а у свинюшек не вычищал тут им есть где лечь а там уже грязное вычищу завтра не хочу не хочу вот так все поели бздюхи они все равно как бы хоть и загаживает весь загончик но в основном все равно стараются сходить в какой-то угол так же и здесь в общем все нормально и еще я не пойму по какой причине выклевали я вам показывал поклевали глаз одному перепелу белому а сейчас я это наблюдаю уже у обеих еще и еще и клюв немножко расклеван по какой причине может потому что светлый возможно просто в дальнейшем не нужно вот сейчас вам покажу и нос какой-то расклеванный это что за это что за ну отойди дай пройду вот смотрите видите клюв тоже в крови что не так и вот второй вот и на клюве ранка расклевана и глаз расклеван что не так я не знаю здесь а ну покажись беленький здесь вот в порядке белая ну короче я не знаю что им не понравилось что они так сделали и вот обратите внимание это взрослые курочки а это вот молодежь которым 26 дней они уже плюс-минус одинакового размера то есть самцов можно будет убрать где-то через 2 недели можно знаете вот так от корм простяка и от корм бройлера я про корм говорю разница там на 20 килограмм 20 гривен вроде или 30 надо купить им бройлерный комбикорм и отделить самцов и кормить их бройлерным чтобы к моменту к моменту отлучки были толстенькие вот так ну и на завтра у меня заказано 100 яиц а те что были ну здесь то что снесли курочки мы все скушали сегодня на салат и они разошлись видите как глаз поклеван это какой-то кошмар я не знаю у троих не у двоих одна и вторая вот и третья короче их надо что-ли лучше отлить ну то есть отделять отсюда завтра буду завтра буду отделять сейчас на ночь свет то выключу не пойму что им не понравились именно белые курочки это странно конечно вот так на завтра на завтра на утро у меня заказано 100 яиц перепелиных а у меня нету ну 100 они не сносят может к утру донесут я думаю может к утру будут так что вот так 5 10 15 20 26 30 35 40 45 50 55 вот они сегодня вообще решили отдохнуть да 55 а тут сколько 60 60 65 70 73 яйца сегодня кто там до сих пор продолжает проводить соревнования вот сегодня вот такое количество 73 яйца думаю думаю до обеда 27 штук снесут а возможно там что то дома осталось так что ну я думаю что 100 штучек я как бы организую заказ а это конечно я вообще не пойму что не так странно капец вот видите они еще и клюют сейчас на ночь свет выключу а завтра с утра первым делом отделю курочек нужно будет ваткой в глаз же не запшикаешь спреем вот этим понимаете ну то есть дезиспреем вот этим синим что я перышки им всем забрызгиваю а вот так ваткой обработать клюв вот ну капец какой то вот вам и белые курочки в сером стаде мне не нравится да ты покушал красавчик давай закрою ну вот такие вот дела все тут тоже ничего не чистил ничего не убирал но они молодцы ты что там лазишь они молодцы они сегодня держат порядок ну как бы ну вот немножечко ну ладно да мамульки все детки спят я думаю что вот это до утра доедят прям чуть-чуть осталось то ли начали кушать немножко и вот те кто писал что свинюшка это молочнее чем это вот обратить внимание поросята абсолютно ровные что эти что эти так что так что так ну кроме вот этого доходяшки вот так и сюда вот тоже насыпал дробленочки нужно сейчас им насыпать еще гранулы и все я могу уже идти спокойненько домой там тоже всех покормил всех напоил а еще интересно некоторые куры маленькие вот то ну вот эти вон ходят пьют воду этих у перепелы вот сюда что ты тут делаешь тут тоже я окно вытянул когда будет холодать окно назад вставлю это не сложно здесь обычные рамы просто гвоздями позагибаю и все что здесь окно можно вставить что там большая рама я как бы тоже потом туда вставлю так что ну когда будет когда будет холодно а пока ничего не надо пупсик ты покушал знаете много из вас написало что он стал он стал прятать свою кормушку потому что к нему цыплята вот эти слазили и клевали я не знаю я не видел чтобы они клевали у него из кормушки но то что они слетают к нему в загончик это я видел и ну есть вероятность такая что он реально от них прячет кормушку а по какой причине кто ему это кто его этого научил это вот не ясно вот так все ребят всем большое спасибо за просмотр Саймон все блошки появились а шейник должен помочь иди сюда иди боишься курочку она же такая черная как и ты давай иди сюда боишься точно блохи появились а шейник поможет или не поможет ему иди сюда иди курочку о сейчас курица гля как шипит на него вы видите гля давай гля гля прогоняй ее прогоняй пусть лезет к себе обратно давай вот и вторую прогоняй молодец давай иди сюда ты мой молодец ты мой хороший мальчик все друзья всем большое спасибо за просмотр еще раз большое спасибо за повторное поздравление с Артемкиным днем рождения ну и всем пока пока да Саймон маши пока говори пока пока вот такие дела а еще хотел добавить что вы пишите что ему скучно находясь в одном помещении с другими свиньями я не думаю что ему скучно так как если бы он был полностью один поросенок в сарае и не слышал похрюкивания других поросят то вот тогда может быть ему было скучно а так конечно может ему страшно но точно не скучно он похрюкивает там похрюкивает ну и в дальнейшем я думаю что какую-нибудь какого-нибудь кабанчика там или свинюшку кого-то не продам или кто плохой там по размеру оставлю себе на выкармливание и подселю к нему так что будут они жить вдвоем вот так все друзья всем пока 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 говори Саймон и мой хороший мальчик хотя он постоянно пытается вылезти вот так туда прыгает хочет наверное в кучу о-о-о молодец а может от меня сейчас хочет убежать в дальний угол хотя и когда я там хожу с той стороны то он сюда ближе подходит ну как-то так ладно всем пока пока пока